Так, всем привет, с вами Доб Гэй, и в этом видео мы поговорим про исследования, про грамотность, как вот эти инновации получать, как лучше строить универы, как лучше отставание прерывать вот этим вот распространением технологий. Поехали! И начнем мы, пожалуй, с вот этих вот пунктов предела инновации и производства инноваций. Собственно говоря, есть у нас базовое значение в 50 инноваций и плюс идет от грамотности, то есть чем выше грамотность, тем больше у вас предел инноваций. Но важно также иметь универы, потому что, смотрите, у нас есть базовое производство в 50, то есть, условно говоря, если у вас 0 образованности и 0 универов, вы все равно будете свои 50 получать. И также от универов идет по 2 единицы, но видите, здесь 8.2. Почему? Если мы зайдем в здание универа, то мы увидим, что здесь есть товароборот плюс 3, это от эффекта масштаба, то есть за каждый новый домик после первого вы получаете по 1%. Это работает и в том числе на универа, как и на любые другие здания, кроме строительных секторов. Соответственно, достаточно очевидно то, что универы выгодно строить плотно для получения инноваций. Если вы застроите все универы в 1-2 провинциях, то это будет максимальный прирост инноваций. Также универы еще дают квалификацию, но, как правило, если у вас есть достаточный уровень образования, то квалификации вам и так хватает. Единственный момент, где вам могут пригодиться универы, это, скорее всего, колонии. Там образования обычно недостаточно, и если там достаточно населенный регион, например, 140 тысяч, но это не самые населенные, здесь есть регионы побольше, то тут есть смысл построить хотя бы один универ, чтобы продвинутые профессии тоже были наняты. Как поднимать образованность? Для этого нужно реформировать всю систему образования. Некоторые страны при этом стартуются уже имеющимися школами. Что лучшее из этих всех? Во-первых, в среднем государственные школы. Они дают просто много доступности образования, но, замечу, столько же, сколько религиозные школы. Но в отличие от религиозных школ, они не дают политическую силу верующим. Верующие обычно против хороших законов, которые вы хотите принимать, поэтому, очевидно, школы лучше. Плюс здесь еще есть ассимиляция, вскорение ассимиляции уменьшает лаги. Это всегда приятно. Есть еще и частные школы, они дают от благосостояния. Насколько это выгоднее? В целом, если у вас очень высокий уровень жизни, то частные школы будут давать чуть больше. Но здесь стоит понимать, что в отличие от медицины, на самом деле, госшколы все-таки будут поприятнее, потому что здесь есть кап. Больше 100% доступности образования вы вам все равно не получите, ведь образованность и грамотность все равно имеют кап в 100%. Эта реформа откроет вам институт образования, соответственно, вы хотите его поднять на максимум. Надо понимать, что институт образования зависит также от ваших технологий. То есть вот есть какие-то технологии, которые дают максимальный уровень вложения. По факту, на самом деле, технологий всего две. Эмпиризм и диалектика. Где же открыть оставшиеся два уровня? В правах детей. Нужно провести в себе обязательное начальное образование. Это 20 плюс 2 вложения в образование. Таким образом, вы как раз увидите вот эти вот 50%. Хорошо, теперь, когда мы поговорили достаточно об инновациях, я думаю, всем понятно, про вот эти два пункта и про то, как строить универы. Давайте поговорим про распространение технологий. Что это такое? Для этого я зайду на страну, которая меньше технологий. Вот мы здесь можем видеть, что у нас распространяются три технологии. Распространение технологий позволяет вам получать пассивно, более медленно, но все равно получать технологии, которых у вас все еще нет. То есть в теории, если вы прокачаете все технологии, которые есть у других стран, то распространяться вам технологии не будут. Но это как раз таки и является механизмом, позволяющим догнать развитые страны по технологиям. Как это ускорить? Имеется закон по свободе слова, как раз таки, который влияет на распространение технологий. От 15%, вот здесь вот минус, до 25+. Соответственно, вы хотите больше распространять, вы идете вниз. Да, это убирает кое-какие бафы-дебафы, то есть это вам убирает авторитет, убирает вам возможность нормально подавлять и поддерживать партии. Но распространение технологий часто того стоит, если вы сильно отсталы. Что происходит с исследованиями, когда вы не выбрали никакое исследование? Этот плюс приправляется вот сюда, вот видите, идут неизрасходованные инновации и они распределяются на ваши исследования. То есть фактически вы на самом деле не слишком тратите ваши инновации никуда. Но надо видеть, что здесь идет плюс 12 всего лишь, да, хотя у вас всего 62 производится. Это можно видеть вот здесь вот. Замечу, что это вот, это мод и ссылка на коллекцию всех модов, которые я обычно использую в игре, есть в описании. Поэтому в целом это не так плохо, когда вы ничего не исследуете, но очевидно, вам нужны какие-то технологии намного приоритетнее, поэтому вы должны в среднем исследовать какие-то точечные технологии. Как формируется вообще стоимость технологии? Видите, здесь стоимость 7500, здесь становится 42 тысячи. 13 лет, неужели реально придется 13 лет ждать? Нет. Дело в том, что стоимость у каждой технологии есть базовая у каждого уровня, плюс каждый раз от каждой нераскрытой технологии прошлого уровня добавляется стоимость к следующей. То есть, это что-то вроде системы опережения технологий, чтобы вы не слишком уходили куда-то в одну технологию. Допустим, это не даст сильно быстро выйти в последние военные технологии. Видите, если мы пойдем прямо сейчас, то там будет 87 лет. Конечно, если бы даже мы все равно шли только по одной технологии, чтобы дойти сюда, здесь было бы не 87, а допустим, не знаю, 30-40, но все равно очень-очень много, и это было бы неэффективным использованием инноваций. Соответственно, чтобы условно исследовать третий тех вот здесь вот, стоит побольше тех вот подзакрыть здесь. В этом как раз таки помогают распространения технологий. Кроме того, есть неплохая стратегия, когда вы инвестируете, допустим, 10 тысяч в третий уровень, вы прекращаете инвестиции, так исследуете несколько, потом по распространению у вас прокуют все вторые технологии, и вы просто понажимаете и открываете сразу несколько третих, условно. Почему это выгоднее? Потому что технологии вот эти вот продвинутые, которых в других стран, скорее всего, на данный момент нету, распространяться они вам не будут, потому что их никто не открыл. А вот вторые технологии, или условно говоря, любые более старые технологии, скорее всего, хоть у кого-то это найдутся, и они могут вам распространиться. В один момент вы вполне себе можете прийти к ситуации, когда остаются лишь продвинутые технологии, и вам уже просто ничего не распространяется. Соответственно, лучше инвестировать в что-то новое, а что-то старое пускай подзакрывается само. Но в один момент, когда вы уверены, что вы достигли вот этого вот капа, да, и что после скидок вы сможете исследовать моментально, вам лучше переключиться на что-то новое. Ну и, конечно же, если есть что-то очень важное, что в старом тире, конечно, вам тоже стоит просто точечно это исследовать. Можно еще быстренько сказать о том, зачем еще разные нужны эти вот исследования. В производстве, очевидно, меняются ваши методы производства, увеличивается ваш товарооборот строительного сектора, открываются новые фабрики. В армии, очевидно, исследуются новые методы производства для флота и военных сил. Также новые фабрики военные открываются, потому что какие-то новые методы военных сооружений потребуют новые товары. И эти товары открываются другими технологиями. То есть, чтобы снарядить новый уровень пехоты, вам потребуются две технологии. В обществе же в основном открываются новые законы. Орандоправие, видите, новые законы открывают, и всякие такие технологии. Плюс повышается у вас авторитет, бюрократия, влияние, налогообложение. И просто какие-то денежные технологии А также есть очень важные технологии вот здесь вот Которые повышают вашу инфраструктуру от населения И дают вам новые методы производства Сооружения с остальными рамами То есть вы устроите намного быстрее За чуть меньшие деньги На этом, пожалуй, о технологиях все Если у вас все еще остались вопросы, пожалуйста, не сидя на этих комментариях Обязательно подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны Ставьте лайки и до скорых встреч Пока